Мы посмотрели на призвание Авраама. Жизнь Авраама – предзнаменование призвания Бога к еврейскому народу быть священническим народом. Когда Израиль вышел из Египта, уже тогда мы увидели его призвание быть священническим народом. И как исполнится священническое призвание Израиля, когда Он войдет в землю обетованную. Благодаря системе жертвоприношений, шаббатам и праздникам, Торе, сила Бога проявлялась в Израиле. Через эти аспекты Израиль должен был продемонстрировать священническое призвание другим народам земли. Мы рассмотрели Новый Завет. Жизнь и учения Ишуа, который жил еврейской жизнью, что согласуется со всеми заповедями и традициями. Он учил людей настоящему знанию Торы, что о взаимоотношениях любви с Богом. Из жизни и учения апостолов мы увидели, что они также продолжали жить еврейской жизнью. и учили, что евреи должны сохранять свое еврейское отождествление. Мы рассмотрели роль язычников, и как Бог привел язычников к вере в Ишуа, и как они уладили противоречия, что делать с язычниками, уверовавшими в еврейского Мессию, и заключение Иерусалимского Собора очень важно для нас понять, язычники не должны обрезываться, что само по себе является обращением в иудаизм. Но они должны соблюдать некоторые основы, чтобы иметь общение с еврейскими верующими. Когда они посещали синагоги, их также поощряли соблюдать Моисееве законы. Но это не было обязательным требованием. Мы также увидели в 21 главе Книги Деяний, что верующие евреи вели еврейский образ жизни. И даже сам Равин Шауль, апостол язычником, жил жизнью послушной Торе и учил, что евреи, пришедшие к вере в Ишуа и названные остатком Израиля, также должны продолжать жить в этом призвании. И как он сказал в 11 главе послания к римлянам, призвания и дары Бога не приложены. Сегодня мы продолжим изучать развитие событий после первого века. События в церковном мире и что произошло в еврейском мире. Мы изучим, как обычаи и традиции иудаизма развивались на протяжении веков. Для нас это важно в понимании значения еврейской жизни в наши дни, особенно как верующие в Ишуа и язычники, которые призваны быть частью мессианских общин. Когда Павел путешествовал по миру Римской империи, многие тысячи язычников уверовали и образовали общины, церкви. Они привнесли некоторые языческие обычаи в церковь. Когда антисемитизм развивался в римском мире и за восстание евреев, происшедшего в Иерусалиме и по всей Иудее, это антиеврейское настроение начало проникать в церковь. Спустя некоторое время еврейские верующие не смогли находиться в церкви, только если они оставят свои еврейские обычаи. Когда римляне опустошили Иерусалим, храм был разрушен в 70-м году нашей эры, тот центр веры переместился из Иерусалима в Рим и был трансформирован из веры евреев преимущественно еврейского народа веры в еврейского мессию в языческую и даже атеистическую форму поклонения. Поэтому в конечном итоге Римская империя была христианизирована в период правления императора Константина и антиеврейское настроение институализировалось. Изданы декреты, которые запрещали еврейские традиции внутри церкви. Поэтому уверовавшие евреи более не могли обрезывать своих сыновей. Они больше не могли соблюдать шаббат. Они должны были проявлять верность церкви кушая свинину и отказываясь от празднования Пейсаха, Шаббата и других событий. Поэтому еврейские верующие остались за пределами церкви и в то же время в еврейском мире развивались события, которых также не приветствовали мессианских евреев. Примерно к концу второго века вера апостолов в большей мере исчезла. Верующих в Ешуа евреев и живших еврейской жизнью церковь причисляла к еретикам так же, как и остальное еврейское общество. Поэтому сегодня мы будем говорить о раввинистическом и мессианском иудаизме. Мы уделим много времени развитию раввинистического иудаизма. потому что, как я сказал, мессианские евреи вымерли до недавнего времени. всегда были верующие в Ешуа евреи, но не было общины или проявления веры, где они могли бы сохранять свои еврейские корни. В течение 14 веков евреи, которые верили в Иисуса, обращались в христианство и отказывались от своего еврейства. Давайте поговорим об иудаизме первого века. Из Евангелия или книги Деяний мы знаем, что в иудаизме существовало много сект. Фарисеи, Саддукеи, Есеи, Зелоты и другие. Даже среди фарисеев были различные группы. И среди этих групп была секта Назарян. К концу первого века уже существовал устный закон, который позднее стал известен под названием Талмуд. Позже мы проследим развитие устного закона, чтобы у вас было основное понимание о его возникновении. У вас будет класс про Талмуд и класс еврейской истории. Я знаю, что на прошлой неделе у вас был класс по еврейской теологии, поэтому мы покрываем лишь немного истории, немного Талмуда, но в будущем у вас будет больше классов. основа власти раввинов относится к книге Второзакония. В 16 главе 18 стиху, где Бог дал власть судьям в каждом городе, чтобы они судили и издавали установления, если возникнут споры. Поэтому раввинам была дана власть, чтобы судить и руководить на основе закона. И как мы сказали вчера, в первом веке, римляне отдали власть евреям для управления в своем окружении, чтобы проводить свои суды, выносить судебные решения между различными людьми, устный закон нацелен на это. Это устный закон. Но спустя время, что мы увидим? Устный закон записали. Мы видим, что во времена Ишуа было множество взаимодействий, между Ишуа и фарисеями. Они пытались устраивать с ним дебаты в различных аспектах устного закона. по поводу шаббата, что позволительно в шаббат, в отношении законов еды. Они всегда пытались подловить его, но он всегда переворачивал столы на них и подлавливал их, а разоблачал их в лицемерии. но Ишуа на самом деле не изобрел никаких новых традиций, но он использовал их же доводы, чтобы разрушить их планы. И мы увидим это немного позже, более детально. Давайте изучим развитие устного закона. Существует основополагающий принцип в равнистическом иудаизме, «Каждый письменный свод законов должна сопровождать устная традиция». Это звучит как очень практическая идея. «Устный закон должен помочь нам понять закон». Например, в заповеди говорится «не работать в шаббат». Тори сказано только три вещи о том, что является работой в шаббат. Нельзя орать или собирать урожай, не зажигать огонь и не готовить еду. Но времена изменились. И каждое поколение должно ответить на вопрос, что же является работой. Наилучшее понимание помогает понять, как применить письменный закон в нашей жизни. Однако со временем толкование закона стало очень обременительно, когда возникли тысячи и тысячи правил, их стало намного больше численно, и они стали замысловатые по сравнению с письменной Торой. Во времена Моисея разжигание костра можно считать работой по той причине, что нужно было сделать. Прежде всего, они должны были собрать дрова в пустынном климате, где не было много деревьев, поэтому они должны были проходить большие расстояния, собирать дрова, и затем они должны были развести огонь. У них не было спичек, ни электрических печей, поэтому нужно было много поработать. Бог хотел, чтобы они приготовили еду в пятницу, и не работали в Шаббат. В наши дни закон не разжигать огонь в среде ортодоксальных евреев применяется к включению света или же включению плиты или же нажатию кнопки лифта или же завести машину. Все это считается нарушением Шаббата из-за заповеди не зажигать огонь. Видите, как времена изменились, а иудаизм поддерживает старые традиции. И применение Торы непрактично для того времени, в котором мы живем. Давайте немного поговорим об истории. Вот это временная линия, которая начинается в 586 году до нашей эры, когда был разрушен первый храм. И евреи были изгнаны в Вавилон. Во времена возвращения евреев, что было примерно 70 лет спустя, во времена Ездры, Ездру считают первым мудрецом иудаизма. Он предшественник всех учеников и толкователей Торы. И в 7 главе Ездры, 6 и 7 стихах, Говорится, что Ездра прочитал Тору и затем истолковал ее. Считается, что Ездра основал Великий Собор. Великий Собор Мудрецов. Они были книжниками и толкователями закона. Они собирали священные писания, решали, какие книги будут включены в Библию. Они разделили Библию на главы. И это положило начало устному закону. Великий Собор существовал в 539-332 годах до нашей эры. В этот период они развили метод интерпретации Торы, который назывался Мидраж Галаха. Тора. Этот метод толкования Торы его можно применить к повседневной жизни. полагает, что именно в это время возникли самые древние молитвы, которые используются и по сей день. Такие, как Амидар, молитва, что означает молитва стоя, амидар состоит из 18 благословений. Ортодоксальные евреи все еще молятся этой молитвой каждый день. В этот период начали читать каждодневную молитву Шма. Даже во времена Вавилонского изгнания Модель поклонения в синагоге была впервые установлена и похожа на ту, которая происходила в храме, когда трижды в день приносили жертвы утром в обед и вечером. Поэтому в изгнании также когда евреи собирались в общинах, они также собирались три раза в день. Именно в то время дня, когда в Иерусалимском храме приносили жертвы, и их служение напоминало служение в храме. Они читали псалмы, молились молитвой Амида восемнадцатью благословениями. читали из Писаний, из Торы, и завершали священническим благословением, что стало моделью службы, проходившей в синагогах. во времена Великого Собора эта модель стала все более и более общепринятой. Они также установили порядок устного закона. Также они решили, что никогда не следует записывать устный закон. Они считали, если записать устный закон, то люди будут ставить его на уровне с письменной Торой. Давайте продвинемся к следующему периоду, что приблизительно за 332 год до нашей эры и до 165 года до нашей эры. Это очень важный период в мировой истории, потому что это время греков, когда очень сильным влиянием обладала еллинистическая культура. Раввины начали издавать указы, запрещавшие евреям принимать участие в еллинистических обычаях. Также мы знаем, что Израиль попал под очень сильное греческое влияние, что стало причиной сильного конфликта внутри страны, конфликта между евреями, которые приняли еллинист и теми, кто продолжал соблюдать традиции. Это достигло наивысшей степени во время восстания Макавея в 165 году нашей эры, Откуда появился праздник Хануки? В этот период в раввинистическом толковании развился зигот, что означает пары. эти пары раввинов сходились вместе и учились и давали свое толкование. В период 165 до нашей эры, который называется периодом Хасманеев или Маковеев. В это время появляется священнический класс, который назван в Новом Завете саддукеями. Они не принадлежали к потомкам священников. Они не принадлежали к потомкам священников. но они принадлежали к богатому классу. И в принципе они отвергли устный закон и призвали к возвращению к письменному своду законов. саддукеи отвергали воскресение мертвых. Они отвергали идею вечной души. отвергали существование небес жизни после смерти. Поэтому начало нарастать напряжение между саддукеями и другой группой, которых звали фарисеями. фарисеи следовали Торе и развивали устный закон далее. В политике примерно в это же время к власти пришли римляне. римляне. Почему пришли римляне? Потому что была гражданская война среди хасмонеев. Мы видим, что потомки маковеев освободили евреев от греков. Иронично, что их потомки ответственны за то, что привели оккупантов римлян. римляне были приглашены чтобы восстановить порядок в стране. Римляне так и сделали. Но затем они решили остаться. Поэтому во времена фарисеев и саддукеев начиная с сотого года до нашей эры во времена Ишуа и до времени разрушения храма именно тогда в большей мере развился устный закон. Танаим что также называется периодом Танаим Тана означает того кто учится. Самым известным Танаим был Равин Гилель и Равин Шамай. Они жили приблизительно сто лет до нашей эры. За сто лет до рождения Ишуа. Равина Гилеля который очень любил своих людей. Он первый написал «Поступайте с другими так же как вы хотите чтобы другие поступали с вами». Так же как Ишуа повторял эти слова. Некоторые даже говорят что Ишуа был последователем Равина Гилеля. Если мы более тщательно проанализируем учения Ишуа вероятно некоторые из них основывались на учениях Равина Гилеля и некоторых на учениях Равина Шамая. Равин Шамай был очень строгим. В Талмуде есть пример чтобы показать контраст между Равином Гилелем и Равином Шамаем. В истории говорится, что один язычник хотел обратиться в иудаизм. Поэтому он пришел к Равину Шамаю и спросил его, что для этого необходимо. И Равин Шамай сказал ему, что он должен выучить всю Тору и процитировать ее, стоя на одной ноге. Конечно, это его очень разочаровало. Поэтому он пошел к Равину к Гиллею и сказал ему, что он хотел бы обратиться в иудаизм. И что ему следует делать? И Равин Гиллею ответил ему, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и люби ближнего как самого себя. А все остальное это комментарии. Когда мы читаем эту историю, она очень знакома нам, не так ли? Потому что сто лет спустя она была запечатлена в Евангелиях. Когда Ишуа спросили, какая наибольшая заповедь, он ответил таким же образом. Хорошо, мы знаем в 70-м году нашей эры храм был разрушен. И в Талмуде написано, что храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, из-за ненависти среди еврейского народа в своей среде. храм пришел Ишуа, чтобы принести искупление своему народу, после распятия и воскресения, его ученики проповедовали благую весть в течение 40 лет, до тех пор, пока был разрушен храм. Мы знаем, что после разрушения храма больше не было жертвоприношений, потому что окончательная жертва уже была принесена через Ишуа. Но раввины не последовали за Ишуа и должны были изобрести что-то новое. В соответствии с историком Иосифом Флавием, главный раввин того времени Йоханан бен Захай. В соответствии с рассказом, раввин Йоханан знал, что храм будет разрушен и все люди будут уведены в плен или убиты. Он знал, что надо будет что-то сделать, чтобы защитить жизни людей. Римляне окружили Иерусалим и только похоронные процессии могли уйти из города. Поэтому его ученики тайно вывезли Йоханана бен Захая в гробу и привезли к римскому генералу Веспасиану. И он разговаривал с ним. Римский генерал сказал, если позволят ему и его последователям уйти с миром. Он разрешит им устроиться в береговом городе Явне. Одна из причин того, что генерал позволил Йоханану сделать это, была та причина, что Раввин Йоханан бен Захай пророчествовал ему, что он достигнет успеха и станет следующим генералом. что и произошло. Что и произошло. Ему разрешили поселиться в этом городе под названием Явне. Эта община стала центром обучения раввинов. в том городе была основана школа, где изучали Тору. в том городе была основана школа, где изучали Тору. Храм был разрушен. Поэтому больше не было жертвоприношений. Они разработали новую систему, в которой говорилось, что благодаря молитве и добрым делам можно предотвратить Божий суд. Восстание евреев Мы продвинемся дальше, к 135 году нашей эры, когда произошло второе восстание евреев. В 70-м году был первый бунт евреев. А это второй бунт евреев. Восстание возглавлял человек по имени Бар-Кохба. Бар-Кохба был еврейским генералом, который возглавил бунт. Главный раввин того времени, который был преемником раввина Йоханана, провозгласил Бар-Кохбу мессией. После подавления бунта Бар-Кохба был убит. Раввин Акива также был убит. И в соответствии с традицией, Раввин Акива умер с молитвой Шма на устах. И потом в истории это вошло в традицию еврейского народа при последнем жизненном вдохе евреи цитируют Шма. В это время был записан устный закон. Помните, ранее мы сказали, что устный закон запрещалось записывать? А теперь это стало необходимостью из-за гонений и убиения раввинов. Они боялись, что не проживут достаточно долго, чтобы передать устный закон. Поэтому они начали все записывать. Система иудаизма, практикуемая в наши дни, основана на том, что произошло в Явне, когда устный закон был записан. идея, что через добрые дела и через молитву, через даяние денег можно достигнуть праведности, учения, что, конечно, противоречит учению Моисея, когда должно быть пролитие крови. первое поколение устной традиции, первое поколение устной традиции, которое появилось в тот период, называется Мишна. Мишна. Следующий период начинается приблизительно во втором веке. Это период гемары или интерпретации Мишны. И Мишна состоит из Галахи, свода законов, и Агады, легенд и истории. Последняя группа этого периода были Амараи и их толкования Мишны, что было названо Гемары. Мишна и Гемара вместе формируют Талмуд. Талмуд превратился во множество томов. Существует два Талмуда. Талмуд написанный в Израиле. И был еще один Талмуд, который развивался параллельно в Вавилоне. изгнание. во времена Вавилонского изгнания не все евреи возвратились в Израиль под предводительством Ездры. Многие из них остались в Вавилоне и основали общины, которые в принципе очень хорошо развивались. они процветали, они открывали школы для изучения Талмуда. Поэтому в этот период развился Вавилонский Талмуд, который обладает большим авторитетом, чем Иерусалимский Талмуд. Хочу привести пару примеров из евангельских историй. Во-первых, рассмотрим Евангелие от Марка. Седьмую главу. Там есть много примеров. Часто их неправильно переводят и понимают. Люди приходят к неправильным заключениям, потому что не понимают контекст. здесь мы видим фарисеев и некоторые учителя закона хотели идти на конфронтацию с Ишуа, так как некоторые его ученики ели неумытыми руками. И в третьем стихе в английской Библии сказано в английской Библии сказано что фарисеи и все евреи евреи. Когда вы видите слово иудеи в Евангелиях, то на этом нужно немного задержаться. Кто писал это? Евреи. Почему он говорит евреи, все евреи? Почему он говорит евреи? Если мы возвращаемся к оригиналу, греческому языку или даже ивриту, слово еврей на самом деле говорит об иудеях. на иврите это слово иудеи. Должен бы быть лучший перевод иудеи. Иначе говоря, религиозные лидеры. потому религиозные лидеры были иудеи. Большинство евангелий написаны галилеянами. Галилеяне и иудеи не очень-то любили друг друга. хорошо. Поэтому фарисеи и все евреи, где говорится о религиозных евреях, фарисеи и все иудеи, держась предания старцам, не едят ни умыл тщательно рук. И придя с торга не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они привыкли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Поэтому мы видим, что существовала устная традиция, относящаяся к церемониальному обмовению, чего не сказано в письменной торе, а в устной традиции. Если вы шли на базар, то осквернялись, поэтому вы не можете кушать, если церемониально не омойте свои руки. Устная традиция говорила, если вы едите нечистыми руками, мы говорим о церемониальной нечистоте, тогда еда тоже будет нечистой. Пятый стих потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Опять-таки, мы говорим о церемониальной нечистоте, мы не говорим о гигиене. Поэтому Иешуа цитирует Исаию. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии». Он цитирует 29-ю главу Исаии. «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». помните, ранее учителя говорили, что устный закон не должен вытеснять письменный закон. Поэтому он указывает на их лицемерие. Затем он говорит о почтении к родителям. Что они делали? Они говорили другим свои деньги вместо того, чтобы помочь своим семьям, своим родителям, отдать Богу. Поэтому он разоблачал их лицемерие. Как они заместили закон Бога, в котором написано «Упочтение к родителям». И вместо они говорили «Отдать деньги Богу». потом говорит «И делайте многое сему подобное». И продолжает «Ничто, входящее в человека из мне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Он говорит о злых помыслах, прелюбодеяниях, любодеяниях, убийствах и так далее. в этом отрывке сказано, когда вы кушаете что-то, то это выходит из вашего тела. «Но когда вы говорите, вот что вас оскверняет». И в английской Библии в круглых скобках говорится, что Он объявляет всякую пищу чистой. Это интересно. в моей Библии есть круглые скобки, что, как мы знаем, было добавлено примерно тысячу лет спустя, где сказано, «Сказав это, Ишуа объявил всякую еду чистой». И некоторые люди в церкви использовали этот стих чтобы указать на то, что Ишуа отменил законы кошера. Но это не имеет никакого отношения к еде. И когда они говорят о нечистой еде, фарисея, все это основывается только на образе мышления фарисеев, «Евши плохо умытыми руками». Делает еду, даже если она кошерная, оно делает ее не кошерной. Это понятно? это только один небольшой пример, если другие примеры. В 6 главе Евангелия от Луки, где говорится о шаббате и исцелении в шаббат. Случило же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. «Там был человек, у которого правая рука была сухой». Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить? Что он там делал? он привел их в смущение их же традициями, потому что существовала устная традиция, в которой говорилось, что позволительно нарушать шаббат, чтобы исцелить или спасти жизнь. исцел этого человека в присутствии всех. И как сказано, они пришли и расферепели. Не из-за того, что он исцелил человека, но разоблачил их лицемерие. еще один пример, когда он говорит о воле, упавшем в яму. «Если ваш вол упадет в яму, нормально ли будет его вытащить?» Это устная традиция или толкование, и было позволительно вытащить вашего вола из ямы. Поэтому он использовал аргументы самих фарисеев, что можно вытащить вола из ямы, то насколько важнее человек, чем вол и исцеление человека, снова разоблачение их лицемерия. мы видим, что с развитием устного закона раввины применяли свою власть, чтобы передать и подтвердить устную традицию. Это основано на том, что Бог дал им в Торе. Матфея. Если вы помните, в 16 главе Матфея, где Иешуа говорил о себе и сказал Петру, что даст ему ключи от царства. Извините, это 18 глава Матфея. Нет, извините, я был прав. Это все-таки 16 глава Евангелия от Матфея. Он говорит, что даст ему ключи от царства. Стих 19 И дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Этот термин связывать и развязывать это раввинистический язык. И основывается на том, о чем мы говорили сегодня. Раввины оставляли за собой право связывать и развязывать. Поэтому, что Ишуа говорил своим ученикам? Он передавал власть от раввинов своим ученикам. теперь уже был новый порядок. И теперь у учеников была власть в духовном мире связывать и развязывать. что они свяжут на земле, что они запретят и будут применять свою власть в царство. То будет связано и на небесах. что они разрешат, тоже будет разрешено на небесах. Бог даст им запасной выход. У них есть ключи от царства, что символ власть. хорошо. Что было привнесено в служение синагоги примерно в 90 году нашей эры? Так это 19-е благословение в Амиде, оно не было благословением, а проклятием, проклятием еретиков, что первоначально адресовалось другой группе, но оно также стало применяться к еврейским верующим в Иешуа. Из-за этого благословения еврейских верующих более не приветствовали. Это стало частью отвержения еврейских верующих и потери любого влияния, которое было в еврейской синагоге во времена Второго Восстания в 135 году нашей эры. Еврейские верующие присоединились к Восстанию. Когда Равин Акива провозгласил Бар-Кокбу Мессии, они больше не смогли принимать участие. Их считали предателями, что все дальше и дальше отделяло их от еврейской общины. Я не упомянул, что во времена Великого Собора, когда начали развиваться основные элементы Сидура, Сидур — это молитвенная книга, которую евреи используют в наши дни по всему миру. Там есть все молитвы, дневные молитвы, молитвы на шаббат и молитвы на праздники. На протяжении всех веков и до наших дней были дополнения к еврейским законам. также в средневековье были сделаны дальнейшие дополнения и толкования. Талмуд и последующие писания, конечно, и сама Тора сохраняла иудаизм во всех трудностях. Во времена изгнания, гонений, убийств, евреи держались за Тору, шаббат, заповеди, традиции, шаббат и так далее. И хотя по большей мере все то, что находится в Талмуде и Писаниях, это человеческая мудрость, и не обязательно она согласуется с Писанием, но все же все это Бог использовал, чтобы сохранить евреев как особый народ с особым призванием. Даже если они не верят в Иешуа, мы видим руку Бога в действии, сохраняющую евреев на протяжении всех этих трудных времен и до нашего времени, чтобы возвратить нас в землю и возродить древнее движение еврейского народа, верующего в Иешуа. В остальное время я хотел бы уделить современному иудаизму в наши дни. во всей еврейской истории, начиная с первого века, в рабинистической традиции понимание и толкование Торы было однообразно. В то время как внутри рабинистических школ постоянно были несогласия, споры, дебаты, было общее единство и принятие образа еврейской жизни. в еврейской истории с тех пор, чему есть очень многие доказательства, как евреи поклонялись, и как евреи понимали Бога. Но на протяжении истории были некоторые движения, такие как Любавическое движение или хасидизм, что несло в себе, как можно было бы назвать элементы харизматического поклонения. когда у них были более выразительные формы поклонения. Некоторые из этих элементов существуют и по сей день, в некоторых более ортодоксальных движениях. мы возвращаемся немного в прошлое. В средние века в иудаизме существовали небольшие группы, но до 18 века в Европе в то время был век просвещения, который стал реакцией на некоторые суеверия в церкви. возникло причинно-следственное рациональное мышление, как реакция на некоторые подходы католической церкви. гуманизм возник в это время, который также повлиял на иудаизм. Поэтому в 18 столетии в Германии началось, как это называется, реформаторское движение. реформаторское движение стало попыткой сделать иудаизм более современной религией. до того времени в иудаизме существовали определенные практики, которые существовали примерно три тысячи лет. например, мужчины и женщины никогда не принимали участие в богослужениях вместе. например, даже в синагогах первого века они строили балкон, где сидели женщины, и мужчины сидели на полу. и это было в течение многих лет. Но реформаторский иудаизм попытался ввести современный подход. Поэтому некоторые молитвы цитировали на родном языке людей. тогда как в ортодоксальном иудаизме все на иврите. В этот период реформаторский иудаизм развивался и укоренился в Соединенных Штатах и других странах. когда евреи пытались больше приспособиться к народам тех стран, где они жили. В наши дни ортодоксальная община все еще остается наиболее религиозной. В ортодоксальной общине есть много различных сект. В реформаторском движении существуют различные секты. есть и другие. Существует консервативный иудаизм. Он находится как бы между ортодоксальным и реформаторским иудаизмом. ортодоксальные евреи в наши дни наиболее строгие в том, как они исполняют Тору и Митсвот. Митсвот – это заповеди и традиции. Когда вы видите по телевидению ортодоксальных евреев в Израиле черных шляпах и длинных пальто их бы мы назвали ультра-ортодоксами. Они происходят из секты, появившейся в 17 веке. Все еще носят покров одежды, который был в России и Польше в 17 веке. Это ультра-ортодоксы. Но есть также современные ультра-ортодоксы. Современные ультра-ортодоксы не обязательно носят бороды. Обычно они одеты в современную одежду. Но они все еще очень строго соблюдают шаббат. Например, они не водят машину. не зажигают свет, не готовят, не ездят на лифте. В Соединенных Штатах и, вероятно, также и в Южной Америке существуют ортодоксальные общины. Но современная ортодоксальная община сегодня в большинстве стран представляет, вероятно, только 5-10% всего еврейского населения. Консервативное движение, которое новее, находится где-то между реформаторами и ортодоксами. Поэтому консервативные евреи во время служения Мужчины и женщины сидят рядом. Они едут в синагогу на машине. Обычно они соблюдают кошер. Кошер, в равнинистическом понимании, это два набора блюд, где не смешиваются молочные и мясные продукты. У них есть два холодильника и две раковины, чтобы посуда из-под молока и посуда для мяса не прикасались друг к другу. Два набора столового серебра. И только та еда, которую одобрили раввины, считается кошерной. Консервативные евреи менее религиозны. И, вероятно, где-то 90% всех евреев в мире не религиозны вообще. В наши дни в реформаторских синагогах Многие люди не верят в Бога. Даже раввины. Они верят в добрые дела. Они верят в помощь другим людям. Но многие из них очень либеральны в их социальном мировоззрении. Они не верят в личность Бога. Они не верят в Мессию. Они не имеют никакого представления о мессианском веке. Все евреи не верят в одно. Они согласны, что Иисус не Мессия. И евреи не должны верить в Иисуса. Мы знаем, что это меняется. Хотя и постепенно. Мы верим, потому что мы читаем Слово. Бог изменит сердце нашего народа. Но на протяжении всей истории существует образец в среде еврейского народа. Когда евреев изгоняли из одной страны в другую, они останавливались в той стране, которая их принимала. из-за тех ценностей, которых придерживались евреи. Тяжелая работа, образование и помощь другим. где бы они ни были, везде они достигали высокого уровня в жизни. И когда это происходило, они больше ассимилировались. Типичный пример. Когда что-то происходит в той стране, то евреи попадают в немилость. Их обвиняли в одном, либо в другом. И гнали. И выгоняли из страны. Хороший тому пример Испания в 11-12 веках, когда Испания попала под влияние мавров. Иронично, евреи занимали правительственные должности. Должности в медицине, в бизнесе, искусстве. Они были выдающимися в своей жизни, в испанском обществе. Что произошло? К власти пришел король Фердинанд и королева Изабелла. Евреев обвинили в еретичестве. Вот как возникает инквизиция. Евреи изгнаны из Испании. После Испании евреи переселились в одну из стран, которой была Польша, где евреи жили сотни лет. Поэтому к 1933 году в Польше проживало 3,5 миллиона евреев. Евреи могли жить там спокойно. В каких-то сферах они достигали больших высот. К власти приходит Гитлер, истребивший почти всех евреев. Это повторялось снова и снова, в большей и меньшей степени, в каждой европейской стране. Теперь евреи живут в США, и в других странах, Южной Америке. В Аргентине живет много евреев. И кто знает, что произойдет в будущем. Но в Соединенных Штатах евреи пользуются большой свободой, большим успехом во многих сферах. И все же, как Библия говорит, что Бог соберет нас из всех народов, поэтому вполне возможно, что-то может произойти в США, или Бразилии, Аргентине, где бы евреи не находились, и события могут повториться по одному и тому же образцу. Когда евреи должны будут возвратиться в Израиль? В 60-х годах 20-го века были примерно 2-3 мессианские общины в США. Также в это время количество мессианских общин росло. Как будто эти события происходили параллельно с событиями в Израиле. Потому что в 1967 году, во время шестидневной войны, город Иерусалим был осажден. и возвращен евреям впервые за первые две тысячи лет. Поэтому, когда началось физическое восстановление Израиля, тогда же началось и духовное восстановление. Начали появляться мессианские общины. Идея, что евреи придут к вере в еврейского мессию, и которые придерживаются своего еврейского наследия, и формируют общины, куда могут приходить евреи, и продолжают жить в призвании еврея, и верить в Ишуа. Движение растет все эти годы. В наше время в Штатах более двухсот общин. В Израиле примерно 75 общин. Это не решение какого-то человека, но видно, что это суверенная работа Бога. Существуют мессианские общины в Европе. Есть мессианские общины в Южной Африке, Австралии, Южной Америке, где бы ни жили евреи. Очевидно, что Бог принимает свидетельства евреев, которые верят в Ишуа. где бы это ни происходило, везде есть оппозиция в еврейском обществе. Аргументы и дебаты уже две тысячи лет между евреями и мессианскими евреями. Вопрос в следующем. Является ли Ишуа Мессия или нет? Современный аргумент добавил еще один элемент, которого не было две тысячи лет назад. Этот аргумент обвинение в том, если мы верим в Ишуа, тогда мы перестаем быть евреями. Это абсурдный элемент. Мы знаем, что верующие в первом веке не перестали быть евреями. И еврейские лидеры не принимали утверждение, что Ишуа – это мессия. нет также доказатель, что они считали этих людей евреями. Верующих евреев считали еще одной сектой в иудаизме. Современное мессианское движение очень разнообразно. Существуют различные стили поклонения, но одно нас объединяет. И если мы на самом деле верим в Ишуа, тогда мы принадлежим двум различным сообществам. Мы – часть еврейского общества, потому что мы – евреи, независимо от того, принимают ли они нас или нет. Быть евреем основывается не на том, во что вы верите, а на нашей генеалогии. Еврей – тот, кто является физическим потомком Авраама, Исаака и Якова и отождествляет себя с евреями. В соответствии с этим определением, мы – евреи и часть еврейской общины. Но также мы являемся частью тела верующих Ишуа. Мы не отделяем себя от вселенского тела верующих. Вот где возникает трудность. И если мы слишком близко отождествляем себя с одним, тогда вторая группа отвергает нас еще больше. Поэтому мы находимся посередине. Часть и тех, и других. Часто отвергаем мы и теми, и другими. И евреи отвергают нас из-за нашей веры в Ишуа. И часто наши христианские братья отвергают нас, потому что мы живем еврейской жизнью. Поэтому трудно находиться в этом положении, верно? Это возможно только по Божьей благодати. Поэтому, когда мы говорим о мессианской еврейской жизни, где мы делаем определенные вещи, которые не приемлемы в традиционной синагоге. И поскольку мы являемся верующими, и живем в реальности Нового Завета, то мы должны выражать еврейскую веру в контексте Нового Завета. У нас есть пример, образец, которому мы можем следовать, насколько в наших силах. Это пример первых верующих, которые были очень сильны в своей вере. Но все же они причисляли себя к еврейской общине. Как написано, они встречались в храме и по домам. У них была сила Бога. Они видели чудеса и знамения. Это наш пример. Даже если традиционные евреи посещают синагогу, может, они не соглашаются совсем, но мы хотим создать атмосферу, где будет некоторое сходство, что это место евреев. С другой стороны, если придет человек из церкви, то он испытает присутствие Бога, где Иешуа является центром служения. Мы не скрываем, что мы верим в Иешуа, но он должен занимать центральное положение во всем, что бы мы ни делали. Иешуа